МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Сарова-24. В студии Екатерина Опёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. С Новым годом! Первые лица области и города поздравили саровчан. Время благополучия и процветания. 2023 год пройдёт под знаком чёрного водяного кролика. Испытания для желудка. Как пережить застолье в новогодние праздники? Далее расскажем по всём подробно. Новый год. Возможность сказать тёплые слова, подвести итоги, поблагодарить и пожелать всего самого наилучшего. С Новым годом! Саровчан поздравили первые лица области и города. Дорогие друзья, этот год запомнится нам ещё и как начало большой общенациональной работы по укреплению технологического суверенитета нашей страны. И мы гордимся тем, что принимаем в этой работе самое активное участие. Начали проект по развитию энергосберегающих технологий. Выступили с инициативой строительства новой верфи для арктического судостроения. Будем создавать отечественные решения для критически важной информационной инфраструктуры всех отраслей промышленности, обеспечивая тем самым её безопасность. Друзья, в этот непростой год мы вновь показали, что умеем помогать друг другу. В нашей отрасли становится всё больше волонтёров, людей, готовых посвящать своё свободное время заботе и поддержке тех, кто в этом особенно сильно нуждается. Мы помогаем ветеранам, семьях наших мобилизованных товарищей и жителям Энергодара. Собираем средства, гуманитарные грузы. Спасибо вам за доброту, спасибо вам за участие. И мы обязательно продолжим эту работу и в следующем году. Дорогие друзья, я желаю нам всем успехов и удачи. Пусть в наших домах всегда живут счастье, радость и благополучие. С праздником, друзья! С Новым годом и Рождеством! Каждый из нас вспоминает события 2022-го, подводит итоги прошедших месяцев. Для всех нас это был непростой год, экономический и психологически сложный. И уже сегодня мы понимаем, что в 2023-м нам с вами предстоит много работы, реализовать множество проектов. Пусть Новый год принесёт в каждый дом, каждую семью здоровье, любовь и счастье. Подарит всем радость жизни, мир и благополучие. Станет для нас счастливым временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен. Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся. С Новым годом! Уважаемые соровчане, Новый год – это время, когда мы подводим итоги, когда мы планируем будущее, загадываем желания и надеемся на лучшее. Год был непростым, но трудности позволяют нам совершенствоваться, учиться и развиваться. Трудности лишь закаляют соровчан. Мы проявили лучшие свои качества – взаимопомощь, поддержку, самоотверженность в труде, силу духа. Городская дума седьмого созыва проработала уже половину срока. Мы стали настоящим, плотным, крепким коллективом. Организовали работу комитетов, приняли много важных решений, определили цели развития города и неизменно к ним движемся. В следующем году мы вместе продолжим работать над главными городскими задачами и будем все вместе прилагать максимальные усилия для того, чтобы сделать жизнь соровчан лучше и комфортнее. Дорогие друзья, пусть 2023 год станет годом добрых перемен, исполнением ваших желаний, которые вы будете загадывать в новогоднюю ночь. Пусть каждый дом войдет праздник вместе с новогодней елкой, с подарками, с атмосферой уюта, тепла и единения с семьей, друзьями, всей страной. Желаю вам крепкого здоровья, душевного равновесия и семейного благополучия. С Новым годом и Рождеством! В эти светлые праздники у всех хорошее, счастливое настроение, все радостные и веселые. Уходящий год был непростым, но он дал нам возможность почувствовать свои силы и понять, что мы можем преодолеть трудности, выполнить поставленные задачи. Пусть 2023 год исполнит все наши надежды, принесет мир, благополучие в каждый дом. Желаю вам всем здоровья и будьте счастливы. Дорогие саровчане, от себя лично и от всего коллектива канала 16 поздравляю вас с новым 2023 годом. Я желаю в новом году вам и вашим близким здоровья, счастья, семейного благополучия. В уходящем году было много разных новостей, федеральных, региональных, хороших и не очень. Но только местные новости дарят нам позитив, радость и возможность посмотреть на себя со стороны. В новом году коллектив канала 16 продолжит показывать наш город таким, какой он есть. И показывать вас, и рассказывать для вас все новости нашего города. Поэтому оставайтесь с нами, берегите себя и с новым годом. В течение недели наша съемочная группа собирала и пожелания от саровчан. Как жители нашего города поздравили друг друга и что пожелали в новом году. Смотрите далее. Всеми любимый и волшебный праздник нового года вступает в свои права. Повсюду елки, гирлянды, праздничное настроение, улыбки, подарки и теплые пожелания. С новым годом вас, наших телезрителей, поздравили жители Сарова. Чтобы люди, детки радовались, и люди радовались, чтобы был у нас мир. А еще пожелаю всем здоровья, это в первую очередь, счастья, чтобы и детки их любили, и внучата, ну и побольше тогда денежек им давали. С Новым годом! И всегда занимайтесь спортом, ведь главное желание. Охота поздравить всех горожан, всех саровчан. С Новым годом! Пожелаю всем крепкого здоровья и спортивных успехов. С Новым годом, друзья, с новым счастьем! Нынче вместе и юность, и старость. Не беда, если год от звенит и уйдет, лишь бы счастье осталось. Пусть он будет для нас всех еще лучше, принесет много счастья. Всех, пускай у нас у всех сбываются мечты, все, что мы загадаем в эту новогоднюю замечательную задачу. Говорят, что этот год можно свадьбы делать многим, то есть составлять пару. Многим можно рожать ребенка. Это счастливый год. Поэтому добра, спокойствия мира и благодействия всем и вся. Поздравляю всех с Новым годом! Желаю всем успехов в хоккее, в своем спорте. Чтобы хорошо все учились в школе, чтобы было все хорошо. Я поздравляю всех с Новым годом! Желаю удачи в спорте! И все детям, кто учился в школе, получали хорошие оценки. Здравствуйте, дорогие телезрители нашего любимого города Сарова! Хочу поздравить всех с наступающим 2023 годом! Пожелать всего самого наилучшего! И чтобы все ваши желания обязательно сбывались! С Новым годом! С новым счастьем! Редакция канала «16» присоединяется к поздравлениям. Желаем вам счастья и только хороших новостей в новом 2023 году! Библиотека имени Пушкина приглашает малышей на новогодний праздник. 3 января в 11 часов ребят от 3 до 16 лет ждет встречи со сказочными героями. Какие еще мероприятия горожане могут посетить в новогодние каникулы, расскажем в блоке коротких новостей. Два человека погибли в аварии в Дивеевском районе. Еще двое попали в больницу с множественными травмами. ДТП произошло днем 28 декабря на автодороге Дивеева-Арзамас при повороте на Первомайск. Водитель КамАЗа при движении со спуска выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Рено Логан и Газелью. Водитель Логан и пассажир Газели скончались на месте. Еще двоих госпитализировали в центральную больницу Арзамаса с тяжелыми травмами. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Саровчан приглашают на показ фильма «Время собирать камни». Он создан нашими земляками Романом Сванидзе и Александром Гусихиным. Рассказывает о заброшенных храмах Нижегородской области. Кино покажет 5 января в 15 часов в Центральной городской библиотеке Мияковского. После просмотра фильма зрители смогут пообщаться с авторами. Вход свободный. Для лиц старше 6 лет. В 2023 год по восточному календарю год кролика или кота. Он сулит добро, романтику, общение и семейное счастье. Считается, что под покровительством этих тотемных животных семейные конфликты и размолвки с дорогими людьми обойдут стороной. А вот дом, напротив, станет полной чашей. Как подружиться с символами года, чтобы удача не обошла вас стороной, расскажем далее. Кролики – это не только ценный мех. На самом деле этот милый пушистый зверек очень привязывается к человеку и становится для него верным другом. По восточному календарю – 2023 год водяного кролика. Согласно китайским поверьям, это животное – символ бдительности, остроумия, осторожности, ловкости и самозащиты. Чтобы год прошел спокойно, нужно, чтобы кролику с нами было хорошо и комфортно. Кролики – это грызун, и с ними можно поиграть, выпустить их, побегать. Можно поиграть, кинуть им мячик, там они за ним побегают. Они очень хорошо ладят с животными. Они очень любят, когда ему чешут лапки, у него могут подняться ушки от удовольствия. Кролики – стайные животные. Например, если они чуют опасность, то не убегают сразу в ужасе. Сначала они предупреждают сородичей об угрозе, стуча лапками по дереву. В дикой природе эти животные доживают до трех лет. В неволе при должном уходе могут прожить и десять. Всегда им надо стачивать зубки, иначе они настолько вырастут, что будут мешаться жизни. У кроликов очень крепкие зубки. Кролики любят морковку, капусту, яблоки, может быть, веточки. Вообще, у 2023-го тотемных животных сразу два – это и кролик, и кот одновременно. Кошка, по поверьям народов Вьетнама, благоволит домашнему уюту и семейной обстановке. А еще научно доказано, что жить рядом с этими мурчащими пушистиками полезно для здоровья. Ученые из Университета Миннесоты выяснили, что соседство с кошками помогает снизить риск сердечного приступа почти на треть и помогает справиться с повседневными трудностями. Давно научно доказано, что котики снимают стресс, то есть когда они приходят к человеку на ручки, начинают мурчать, топчутся по нему, то это благоприятно влияет на его нервную систему. А еще кошки помогают нормализовать сон и предупреждают человека об опасности. Кошачье мурлыкание действует на человеческий организм почти так же, как лечение ультразвуком, способствует заживлению ран и переломов, ускоряет восстановление сухожилий и облегчает боли, нормализует давление, пульс и кардиограмму. Подобрать подходящего пушистого доктора вам помогут в приюте Мурдом. Если вы нуждаетесь в пушистом друге и в любимце, то приходите к нам в Мурдом. У нас котиков здесь очень много, они все разные, мы уверены, что вы сможете найти себе того, который станет вашим любимцем на всю оставшуюся жизнь. Селедка под шубой, оливье, жареное мясо, сладости. Наш желудок не знает, что такое новогодняя ночь, поэтому праздничное застолье для него всегда большая нагрузка. Как его пережить, диетолог советует в нашем следующем репортаже. Забудьте фразу «не трогай это на Новый год». Одна из самых распространенных ошибок праздничного застолья – практически ничего не есть на протяжении всего дня 31 декабря. Важно не пропускать завтрак и обед, считают диетологи. В таком случае вы не сядете за новогодний стол голодным, а значит риск сильного переедания снизится к минимуму. Обязательно один-два легких перекуса до того, как вы сядете в 11 часов уже, собственно, отмечать Новый год. Для того, чтобы у вас не было сильного чувства голода и для того, чтобы не съедалось зараз очень большое количество пищи. Не садиться голодными. Очень. За стол 31 декабря вечера. Еще одна вредная новогодняя привычка – готовить горы майонезных салатов, которые потом доедают несколько дней. Срок их хранения в холодильнике, как правило, сутки, а в теплом помещении он сокращается до нескольких часов. А значит, ваша любимая селедка под шубой может быть опасна уже к концу новогоднего застолья. Поэтому лучше не готовить изначально много еды, то есть вот эти ведра салатов с майонезом, селедки под шубой. Лучше готовить ровно столько, сколько вы съедите за новогоднюю ночь, а 1 января встать, ну пусть это будет там попозже, и приготовить какую-то свежую еду и съесть ее. Овощи наши, друзья. Не стоит забывать про свежие огурцы, помидоры, болгарский перец или зелень. Если вы боитесь переедания, не старайтесь попробовать все и сразу, рекомендует диетолог. Возьмите немного тех блюд, которые вам приглянулись, и ешьте не торопясь. А чтобы после новогодних каникул весы не расстраивали огромными цифрами, советуют в период праздников не забывать об активном образе жизни. И, кстати, физическая активность, она помогает человеку не переедать. То есть человек, когда физически активность становится, у него лучше идет контроль аппетита, контроль чувства голода и насыщения. Поэтому, естественно, активность, она должна быть. Нужно выбирать те виды активности, которые нравятся конкретно именно вам. Также важно не забывать о воде. Пить по несколько литров воды через силу – не про здоровье. Прислушивайтесь к своему организму и пейте чистую воду по жажде. В соки и газировки скорее усилят жажду, а не утолят ее. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах «Канал-16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работа Екатерина Пенова. Всего вам доброго и только хороших новостей в 2023 году. Субтитры подогнал «Симон»